19 января весь мир отметил один из главных православных праздников – Крещение Господне. По традиции, горожане очищали тело и душу троекратным погружением в ледяную воду. За сутки в местный Иордан окунуться успели около трех тысяч человек. Но означает ли купание на крещение – очищение от грехов? Говорят, да. Говорят, да. Здоровье дают. Я решила так окунуть. Это людям. Это самое. Так что сильно-то, я не знаю, очищение. Пока, наверное, к церковь не сходишь, не исповедуешься, наверное, очищения не будет. Надо сначала, наверное, исповедоваться, тогда, наверное, может купаться. Конечно. Я считаю, да. Потому что, вот знаете, девчата, вот даже пойдешь, когда помолиться Богу, из церкви выходишь, я не знаю, как будто бы какие-то крылья выросли. Вот настолько вот, ну, не грешна, не убивала, ничего не делала. А все равно. Есть какое-то очищение? Есть. Есть. Я верю в это. По-моему, да. Знаете, почему? Потому что это не от Бога зависит. Это зависит от природы. В это время года вода, это, вода от космоса, ни в коем случае не от Бога. Но что вода очищается, это точно. На региональном уровне установлены требования к одежде школьников. Обязательное ношение школьной формы было прописано еще в законе об образовании, принятом в сентябре прошлого года. Однако конкретные требования регламентированы только сейчас, и некоторые образовательные учреждения Волгодонска уже приступили к выполнению требований. Нужна ли вообще детям школьная форма? Да, я считаю, надо, чтобы не выделяться, чтобы все были одинаковые. Я думаю, да. Мы ходили в форме, мне нравилось, что никто не выделялся, как сейчас. Сейчас дети лучше в учителе одеваются, это ни к чему. Сережки крашут и все, кольца ходят. Я считаю, форма уже в институтах-то можно. Ну, не знаю. Мне вообще-то не нравилось раньше. Может, и не нужна. А вообще не знаю. Последние несколько дней в центре внимания средств массовой информации по всему миру оказалась наша землячка, пловчиха Юлия Ефимова. По некоторым данным, допинг-проба, взятая у спортсменки в октябре в период подготовки к серии стартов на короткой воде, дала положительный результат. Однако, по заявлению министра спорта России, эти данные являются преждевременными и не должны быть опубликованы до решения соответствующих дисциплинарных органов. А как думаете вы, возможен ли большой спорт без допинга? Возможно. Почему? Ну, возможно, это все реализуется при помощи больших, долгих годов тренировок и стараний. Потому что, если тренироваться годами, то можно обойти человека, который использует допинг и различные другие средства. Возможно. Возможно. Просто для этого очень большое желание нужно. А допинг – это противоестественно для человека. Без допинга на свои силы надеяться надо, ребята, и радоваться жизни. Преподаватель немецкого языка 5-й гимназии Светлана Кривохижина заняла второе место в городском конкурсе среди классных руководителей. Вместе со своими учениками она издала целую книгу, героями которой стали отцы школьников, принимавшие участие в военных действиях. Как признается сама героиня, залогом успеха в этой профессии является прежде всего любовь к детям. А какими качествами, по вашему мнению, должен обладать хороший преподаватель? Хороший преподаватель должен уважать учеников, как и ученик уважает учителей. Ну, быть внимательным также, дружным. Все, наверное. Ну, в первую очередь, должен любить детей и знания, естественно, своих предметов. Свой предмет любить и его преподносить так, чтобы человеку было понятно на уроке все. Преподаватель должен обладать, ну, наверное, во-первых, знаниями, а во-вторых, он должен найти общий язык со студентами, чтобы у него сложились хорошие отношения. С приходом настоящей зимы повсюду так и слышатся кашель, чихание и жалобы на плохое самочувствие. И всему виной вирусы, вызывающие грипп или ОРВИ, которые постоянно обитают вокруг нас. Как уберечь себя от гриппа и простуды? Дыхательная гимнастика стрельниковая очень помогает. Ну, и одеваться теплой, естественно, витамины, сути. Ой, не знаю, ну, дома лимон есть, наверное, дышать носом на улице. Ой, ну, не знаю, в транспорте меньше ездить. Ну, не знаю, ну, это, наверное, как судьба, кому да, ну, заболеть, а кому нет. Коньяк пить. Одеваться потеплее. Ну, не знаю. Коньяк пить. Мне кажется, надо больше есть фруктов. И больше гулять все-таки на воздухе. Так, закаливаться. Не оставайтесь в стороне от жизни своего города. Смотрите и комментируйте все происходящие события на сайте волгодонскмедиа.ру. Так сделал и автор следующего комментария. Он выразил свое мнение по поводу введения школьной формы. Сначала примут идиотский закон, потом восхищаются положительным влиянием. В советские времена была единая школьная форма для всех. Поэтому она стоила копейки. Были все размеры в любом магазине детской одежды. И действительно, нивелировалась разница на униформе. А реально не было разницы между сыном рабочего и сыном служащего. Смешно надеяться, что детей сейчас одеть одинаково, между ними не будет разницы.